Телохранители Путина, люди, обеспечивавшие безопасность российского президента с самого начала его правления, начали приходить к власти в середине нулевых. Виктор Золотов два с половиной года назад возглавил Росгвардию. Еще один сотрудник службы безопасности президента Дмитрий Миронов в том же 2016-м получил пост губернатора Ярославской области. Тульская область досталась еще одному охраннику Алексею Дюмину. Кресло главы Калининградской области тогда же получил еще один сотрудник личной охраны Путина. На этом месте Евгений Зиничев провел всего 70 дней и пошел дальше по карьерной лестнице. Сначала стал замдиректора ФСБ, а теперь и министром по чрезвычайным ситуациям. Новая газета утверждает, что задолго до громких назначений охранники Путина начали получать земли в подмосковной деревне Солослова в районе суперпрестижной Рублевки. До этого участками владели бывшие сотрудники совхоза НКВД. Они получили их после распада Советского Союза. В конце 90-х, по данным издания, фермеров вынудили передать земли правоприемнику совхоза. Агрокомплексу «Горки-2». В обмен им давали акции, которые по утверждению издания ничего не стоят. Кроме того, авторы расследования пишут, подписи многих фермеров на документах подделали уже после их смерти. В 2003-м агрокомплекс «Горки-2» продал 12 гектаров земли некоммерческому партнерству «Заря». Его основатели – высокопоставленные сотрудники Федеральной службы охраны – Александр Колпаков, Сергей Щербаков и Николай Кондратюк. Новый владелец «Заря» разделил земли на 64 участка. Их раздали сотрудникам ФСО и охранникам президента. Причем с формулировкой «для нуждающихся офицеров» или по случаю важных событий – праздников. Рыночная стоимость подобных участков тогда варьировалась от 15 до 30 тысяч долларов за сотку. Новая газета оценивает примерную рыночную стоимость владений замглавы Росгвардии Олега Клементьева в 2 миллиона долларов.